Путь рожденного в Англии в семье русских политэмигрантов Вильяма Фишера во внешней разведке начался в 1927 году. Он вернулся в Советский Союз, а в возрасте 24 лет получил должность кадрового сотрудника спецслужб. Фишер владел несколькими языками, в том числе английским, поэтому с 1929 по 1936 год работал разведчиком в Англии и Польше. По возвращении в Москву получил звание лейтенанта, однако спустя некоторое время был неожиданно уволен из разведки. Предположительно, такое решение принял Берия. Он не доверял тем, кто работал с врагами народа, а Фишеру за время службы за рубежом довелось сотрудничать с перебежчиком Александром Орловым. В 1941 году после пятилетнего перерыва Вильяма Фишера вновь принимают на службу. Возникла нужда в опытных специалистах. С этого небольшого дома по улице Молотогвардейская 8 началась Куйбышевская история Вильяма Фишера. Его семью эвакуировали сюда в 1941 году. И хотя легендарный разведчик был вдалеке от фронта, здесь разворачивались события, которые во многом помогли переломить ход Великой Отечественной войны. В Куйбышевской области Фишер пробыл меньше года, но за это время успел выполнить несколько важных заданий. Известно, что в 1942-1943 годах, когда здесь размещался центральный аппарат НКВД СССР, советской разведкой при участии Фишера проводилась радиоигра в документах, проходившая под названиями «Монастырь» или «Послушник». Немцам подбросили информацию, что в Куйбышеве якобы действует антисоветская религиозная группа, что сыграло немаловажную роль в подготовке успешных операций Красной Армии в 1943 году. Одним из основных заданий Фишера на берегах Волги была подготовка молодых разведчиков-нелегалов и диверсионных групп. В 110 километрах от Куйбышева, в Серноводске, Фишер работал наставником в специальной школе разведчиков. Историки отмечают, что роль учителя была для него непривычна. Сам Вильям Генрихович рассказывал, люди его профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Он их обучал радиоэлектронному делу, криптографии, а также спецификой маскировки и адаптации в среде противника. И далее, с точки зрения даже концепции третьего сознания Михаила Чехова, нужно было провести капитальную работу над своим образом. То есть, чтобы ты не был, допустим, Александром Ивановым, а должен был быть фрицем-дитцем. После победы Советского Союза в войне уже в 1947 году Фишера ждало новое задание. В качестве нелегального агента его отправляют работать в США. Основная задача за океаном – сбор информации об американском атомном оружии. Несмотря на успех многолетней операции, в итоге разведчика разоблачили. Тогда, в 1957 году, весь мир узнал его под псевдонимом Рудольф Абель. После ареста ФБР Фишера судили. Приговор – 30 лет заключения. И кто бы мог подумать, что все те же Соединенные Штаты Америки помогут разведчику вернуться домой. 1 мая 1960 года над Советским Союзом проводился разведывательный полет на самолете У-2. За штурвалом находился американский пилот Фрэнсис Пауэрс. Он пролетел аж до Свердловска, представьте себе, над нашей территорией. Был сбит. Пауэрс был взят, так скажем, с поличному. Осужден. Ну и в результате, значит, у нас появилась возможность обмена. Значит, и в 1962 году, значит, Абеля обменяли на Пауэрса. Считается, что добытые Фишером Абелем в США данные позволили избежать денежных вложений в тупиковые исследования ученых СССР и разработать первые прототипы атомного оружия. Советский Союз включился в гонку вооружений, быстро вырвавшись вперед. Даже несмотря на арест и раскрытие, Вильям Фишер, более известный как Рудольф Абель, вошел в историю как гений нелегальной разведки. Михаил Ермоленко, Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.